Здравствуйте, Львы! Это будет прогноз на декабрь 2017 года для вас по разным сферам жизни. Делаю по такому же принципу, как в прошлом и позапрошлом, и, по-моему, позапозапрошлом. Короче, как в последнее время. То есть у нас будет карта прошлого, то, что в ноябре происходило, либо атмосфера ноября, либо наиболее такое важное, запомнившееся событие, то, что было в ноябре, да. Вот, ну и в декабре по всем сферам жизни. Учитывайте, что это прогноз общего характера. Если карта прошлого не соответствует, то есть ноябрь у вас был другой, значит, это для кого-то. Но вам, может быть, не столь важно в этом месяце что-то там знать. Львы. Декабрь 2017 года для львов. Что было шажочек назад? Заглядываем в недавнее прошлое. Как ноябрь складывался, какие события были, ситуации. Так, в декабре сам лев, самонастрой льва. То есть то, как вы будете подходить к решению разных задач, к общению с людьми, к решению разных вопросов, ваша активность, так сказать. Работа, дела, бизнес, учеба. То есть деловая сфера, то, чем вы занимаетесь, как там. Деньги, финансы. Что будет с деньгами или какие события, ситуации покажут. Дом, семья, близкий круг и друзей, и родственников. Дела домашние, по дому, по хозяйству. Решение каких-то таких вопросов бытовых. Любовь, романтика и эмоции. Всякие любовные волнения, как там будут складываться дела. И здоровье, самочувствие для львов в декабре. Дно колоды. Восемь жезлов. Это у нас и путешествия, и стремительно развивающиеся события, активное общение, переписка. Иногда это просто вообще свистопляска такая и круговерть. Когда все, что происходит все и сразу, честное слово. Иногда по этой карте такое ощущение, что как это, вагончики мелькают, все бежит, все летит. И даже не знаешь, за что схватиться. То есть, может быть, такой вот месяц, если атмосферы показывают. Сейчас глянем, что было в ноябре. У львов, как покажут мне эту карту. Паш монет. Это у нас новое начало. У кого-то, может быть, там появился ребенок. Может быть, какие-то дела были связаны с ребенком. Новая работа, возможности. Так, ну вот это восьмерка жезлов и паш монет. Кто-то, может быть, начал с кем-то активно общаться, еще пытаются сказать. Так, сейчас я посмотрю. Паш монет, карта Милинорман. Что хотят сказать львам про пажа монет, который вышел в ноябре. Что это? С чем это связано? Сад. Ну, здесь у кого-то сто процентов какое-то общение. причем оно типа как в соцсетях, допустим. Но это не обязательно, что только в соцсетях. Могло быть знакомство где-то на каком-то мероприятии. Может быть, кто-то начал, ну, если вот сад, что это конкурс какой-то, да, участвовать в конкурсе, потому что конкурсы бывают, они не одноразовы, не одним днем, а такой достаточно, ну, протяженность какую-то имеют на протяжении какого-то времени происходят. Кто-то мог завести, там, открыть новую страницу, аккаунт в интернете, где-то там страничку завести. Сад у нас показывает людное место, мероприятие какое-то с пажом монет. Ну, наверное, все удачно прошло, скорее всего, по крайней мере, в ноябре. Здесь все как бы, как положено, по пажому, они все правильненько. В декабре самонастрой льва. Какой-то самонастрой, у нас тревожится лев, что-то ему кажется, что не хватает, его не ценят, не понимают, где-то может казаться. Есть немножечко неверие в свою удачу, такое вот может по этой карте быть. какие-то переживания и тревоги, ощущение, что какой-то нехватки, вот нехватки, чего нехватки. Может, конечно, кто-то недомогает, а потому такое состояние, ничего меня не радует, потому что мне не до этого. Ну, короче, так вот, самонастрой не самый позитивный, какой-то, может быть, внутренний личностный кризис, такой вот моментик, может быть, в декабре, по каким-то причинам. Так, работа, дела, тройка монет, прекрасная карта, карта, позволяющая работать, позволяющая проявить, показать себя в лучшем виде, как мастер, как человек, умеющий прекрасно справляться своими профессиональными обязанностями. Есть возможность там получить какую-то квалификацию, ну, там, пройти тест, сдать экзамен, удачный. Естественно, для людей, которые все-таки делают что-то, имейте в виду, если человек прогуливает, не посещает занятия, вообще ничего не читает, и тут раз, сдашь экзамен, то есть, понимаете, да, что энергия, она дается, она дает возможность, но если мы вообще балбесы и совершенно ничего не хотим для этого делать, то как нам это дадут? То есть, надо это учитывать. Есть возможность устроиться на работу, есть возможность, не знаю, там, что-то добиться, развить, организовать, начать этот какой-то там, допустим, проект, развивать его дальше, ну, то есть, прям карта, я считаю, что это очень хорошая карта на работу, которая действительно позволяет нам наладить грамотное сотрудничество с людьми, подобрать правильные кадры, выбрать правильные методики, ну, спланировать свою работу правильно и грамотно, да, и добиться хороших результатов. Что же с финансами, Паш Кубков? Здесь больше речь о каких-то приятных новостях, каких-то радостях, каком-то, вот не знаю, даже, как сказать, какой-то вот такой восторг и радость. Понимаете, здесь эта карта мало что говорит про деньги, может быть, кто-то с удовольствием будет там покупать подарки, дарить подарки, тратиться, получать эти подарки, тоже может, могут быть какие-то приятные сюрпризы, я бы сказала, или приятные новости, связанные с денежной финансовой сферой. Кто-то вам может что-то предложить или вы с каким-то предложением можете выступить, ну, по отношению к кому-то. Дом, семья, родня, близкий круг друзей, отношения с родственниками и дела по дому. Пятерка мечей, здесь могут быть, к сожалению, какие-то досадные неудачи, отношения с кем-то из родственников. Ребята, если это про отношения, то это не есть хорошо, конечно же, потому что в пятерке мечей каждый пытается другого заломать, как березку, понимаете, все средства хороши, подлости какие-то могут быть, прям такие вот военно-боевые действия. Ёлки-палки. Так, сейчас посмотрим, что нам скажут. Короче, по поводу вот этой досады относительно каких-то дел по дому. Ну, знаете, когда что-то собираешься делать, вот уже ты, как говорится, все купил, собрался с мыслями, запланировал, в какой день ты будешь делать, и тут бац, какая-нибудь штука, вы знаете, как на зло, вот честное слово, обстоятельства какие-то, еще что-то, то есть, прям в самый неподходящий момент, ну, такая вот, понимаете, это же может быть по мелочи, что-то. Пять мечей для львов, что же это, с чем связано, о чем эта пятерка мечей для львов, с чем это связано, ну, здесь у нас, конечно, какие-то с совами, ну, честно, ссоры с кем-то, ссоры, споры, сплетни, какие-то обсуждения, может быть, конечно, может быть, в кругу семьи просто, обсуждаются какие-то очень неприятные вещи, не обязательно, что вы между собой спорите, не обязательно, что вы ссоритесь, но негативно, понимаете, вот эти разговоры, они какие-то негативные, ну, не знаю, когда там спорят о политике, спорят о каких-то вещах, кого-то там обсуждали, вот это вот такая вот, в общем, фонит негативом каким-то. Можно, конечно, с кем-то поругаться, и в этой, в этом разговоре, в этих словах могут быть сказаны обидные вещи. Для кого-то может быть, что какие-то хлопоты, какая-то суета, какие-то старания, какой-то колготились, колготились по поводу чего-то, в итоге какой-то результат такой, что вам просто обидно, как в пустую потраченное, время, силы и нервы. Зря я вообще рвался, как бы, это делать, да, зря старался, ну, в общем, не хочу. Не совсем позитивная, конечно, тот момент, и могут быть какие-то нервы, вот нервы, нервы. любовь, романтика, надеюсь, там, на том фронте, где у нас про любовь, у львов все хорошо, верховная жрица. Если у вас, если вы женщина, да, и у вас нет личной жизни особо, то есть нет партнера, вы сама по себе, по верховной жрице, может быть, вы и не ощущаете такого тоскливого, унылого одиночества, может быть, вы и самодостаточная женщина, но здесь у нас на вероятность знакомства как-то вот, ну, вероятность немножечко снижается, здесь больше как, ну, особенно женщины, или мужчины, эзотерики, львы, то есть опять-таки, из разряда рвения какого-то, больше как наблюдаем вокруг, что происходит, или наблюдаем за каким-то человеком, активных действий не предпринимаем, или даже если кто-то симпатизирует вам, может не предпринимать активных действий, просто посматривать на вас, смотреть на вас, смотреть, размышлять, вот, но, например, не подходить, не заговаривать, не затевать эти отношения, также могут быть какие-то тайны, тайные встречи, тайные женщины у кого-то из львов, могут быть, значит, тогда здесь у нас вот это вот, если вы лев, у вас есть постоянные, постоянная партнерша, и еще кто-то, то это еще кто-то выходит, как бы на первый план, она фигурирует, видите, в личной жизни у вас, верховная жрица, ну нет, на построение якорь здесь, короче, тех, кто в отношениях, стабильных, хороших, прочных, все у вас будет нормально, но месяц такой немножечко, чуть-чуть может быть, нет такой романтики, больше как какое-то спокойствие, понимание, все идет своим чередом, никто не пытается ничего изменить, никто не дергается, женщина достаточно мудра, где-то смолчит, даже если что-то не совсем нравится, вот, но на построение, на нахождение новых отношений, карты очень такие вот, осаждающие, пока не дающие какого-то, без изменений как бы, да, даже если у вас был какой-то романтический интерес, хоть вы мужчина, и хоть женщина, но я так понимаю, что здесь движника особого, может в декабре не быть, но все в ваших руках, понимаете ли, что касается здоровья, самочувствия, четверка монет, ну, карта неплохая, в общем-то, это же карта стабильности, могут быть какие-то, ну, как вам сказать, как это, в публичном видео сказать, если у вас все хорошо, вы можете вообще не переживать, и не париться, потому что, четверка монет, карта действительно, вот такой вот, безопасности, стабильности, ровного течения событий, не должно быть ни обострений, ни ухудшений, улучшений тоже, кстати, может не быть, может сохраниться, вот такое вот положение вещей, стабильное и ровное, если вы себя хорошо чувствовали, все будет хорошо, тем, у кого бывают, допустим, какие-то, как вам сказать, процессы, медленно протекают, как бы, заторы определенного рода, вот, это может, эта карта об этом говорить, конечно же, ну, в общем и целом, это младший аркан, он достаточно положительный, по крайней мере, спокойный, нетравматичный, и так далее, то есть будьте внимательны в отношениях с близкими, если какие-то идут очень активные, негативные обсуждения, старайтесь все-таки немножечко уменьшить это, потому что, видите, какой неприятный фон, можно разругаться на этой почве, обсуждая какие-то острые моменты, допустим, там политические, да, но кому это надо, у вас только старший аркан, жрица, она прямая, на личную жизнь, может быть, кто-то будет заниматься какими-то женскими практиками, но все равно, здесь какая-то наблюдательность, но есть налет равнодушия, почему-то, с чьей-то стороны, то есть как, или нежелание предпринимать сейчас, в данный момент, активные действия, в общем и целом, месяц неплохой, работайте над собой, не надо лишний раз тревожиться, это мешает в жизни, я вам желаю удачи, конечно же, пока!